Привет, с вами Зверько, и этот выпуск ML Фактов будет посвящен такому айтему, как Стальное Сердце. Поскольку права танков в ML на данный момент ущемляются, надеюсь, мои видео помогут им в игре. Перейдем к описанию айтема. Эта броня за 2260 золотых предлагает нам 880 хп, 30 физической защиты, 35 регенерации хп. Уникальное свойство уменьшения шанса крита на 20%. Как это работает? У нас в Mobile Legends есть ряд предметов, а кроме них и пассивный навык Бруно, который увеличивает шанс нанести критический урон. Крит-удар по умолчанию наносит в 2 раза больше урона. Для теста я взял Мию, поскольку у нее стабильный урон, а пассивка лишь ускоряет выстрелы. Мальчиком для бедья выступит Грок, поскольку его пассив позволяет нанести по нему больше урона в плане количества ударов. У Мии эмблемы танка, чтобы не увеличивать шанс крита. Мия собирает Говорящий с ветром, поскольку у него шанс критического удара ровно 20%. Грок же собирает только Стальное Сердце. Мия атакует моба, и мы видим стабильно вылетающие криты, которые срабатывают и на пассивку Говорящего с ветром. Теперь атакуем Грока с Остальным Сердцем. Как видим, не вылетает ни одного крита. Но стоит купить Дротик на плюс 8% к криту, и видим срабатывание. 195 урона критом при 95 простым выстрелом. Значит, Стальное Сердце не уменьшает урон от крита. Кроме Стального Сердца еще уменьшает шанс крита в превосходный билд, но всего лишь на 5%. Когда эта броня может пригодиться? Поскольку подавляющее число автоатакеров пользуются билдом через криты, этот айтем серьезно уменьшает их гневую мощь, направленную против вашего персонажа. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, пальцы вверх и все такое. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok